Всем привет, ребят! Сегодня запишу видео доброе, состояние гармонии, баланса. Интересные выводы сделал, очень интересные. Давно не записывал ролик. Давно не записывал ролики, видеозаписи. Такой свет прикольный, да? Смотрите. Люди очень любят свое состояние счастья перекладывать на других, что якобы это состояние радости, гармонии, удовлетворения миром зависит от кого-то и кто-то на него покушается, кто-то хочет яростно им завладеть якобы. К примеру, эмоциональная такая мысль, воплощенная в посту, посте в социальной сети. Вот, виновата эта страна в силу, в силу какого-то довода, аргумента. Виноват этот человек, что он у меня забрал это. Но счастье зависит только от человека, от самого человека. Если счастье будет зависеть от кого-либо другого, то это элементарно скидывание ответственности. Потому что кто может сделать тебя счастливым? Только ты сам. Вот здесь такая жирная, явная точка. Следуя этой логике, отвечая на вопрос, кто я? Как много людей вообще могут четко ответить, кто я? Вот подумайте просто, если я отец, я сын, я муж, я много кто из воплощений, рамок, навязанных обществом мне. И это все вектор ответственности на них и роль моя проигрываемая благодаря тому, что они видят меня таковым. Но сам я себя чувствую в полном состоянии удовлетворения, радости и гармонии. К примеру, азь, ессин, душа. Душа, пришедшая в это арендованное тело, на эту жизнь. Для того, чтобы чувствовать радость через это тело, получать какие-то химические гормоны, выделять их, как-то контактировать, взаимодействовать с пространством. Научиться упорядочивать пространство в округ себя на вытянутой руке, внутри себя, в мыслях, в голове. И соотношение этого баланса между чистотой пространства, между тем, чем я себя наполняю, что я потребляю и что я транслирую в мир. И как я это транслирую? Эмоционально. То есть, вышла какая-то новость в эфир, никто ее не проверяет и эмоции свои выливает. Когда эмоции помогали? Никогда. Когда контроль идет не от радости, не от горя, а состояния, ну окей, случилось окей, случилось окей. В поле моего пространства, в поле моего зрения фокус направлен на упорядочивание действий, упорядочивание мыслей и, соответственно, желаний, которые исходят изнутри меня. Но чтобы четко осознавать, что выходит изнутри меня, нужно же как-то честно с собой настроить монолог. Все-таки это нужно назвать монолог, да, самим собой. И отвечать на вопросы, в первую очередь, которые рождаются в голове из беспокойства ума. Для чего я пришел на эту землю, как душа, выбравшая это тело, этих родителей, эти жизненные обстоятельства, страну, ситуации, в которых я побывал, пережил, эволюционировал, научился чему-то умениям, приобрел мысли, сознание, вспомнил какие-то вещи и трансформировал свою душу, я бы сказал. Потому что если я осознаю, что моя душа это первоисточник, это вот этот уникальный ресурс, который я, из которого все и получаю я элементы, да, радости, гармонии, порядка. Вот, вот в чем, вот в чем заключается интерес докопаться до этой истины внутри себя. И я много раз об этом говорил, когда вектор на ком-то другом, то никакой работы внутренней не происходит, она происходит вообще всегда. Вот с утра встал и работаешь в поле на обычной работе, трудишься, вернее, трудишься, совершаешь процесс труда. И эти осознания приходят в силу наблюдения за тем, что в поле моего зрения на вытянутой руке, на расстоянии вытянутой руки, не на другом континенте, не в социальных сетях миллионов и миллиардов других людей, а в моем интернет-пространстве, в моей страничке, профайле, где я себя идентифицирую как честно и понятно. Азь, есмь, свет миру. Потому что моя рука, руку отрубить, рука где? Рука не существует, ее не существовало. Существует вот это вещество, которое энергия мировая, вселенская, которая одну душу помещает в королевскую семью Великобритании, а другую душу помещает в Африку, в племя, где еле-еле хватает воды попить каждый день. Соответственно, распределительный вот этот орган, распределительная формация, которая отправляет души в семьи. Не хочу разграничивать на плюс-минус, негатив, позитив. Это всего лишь уроки, которые мы наблюдаем. Мы же никогда не предъявляем, вот я родился в такой семье, а вот тот родился в такой семье. Это якобы справедливо или несправедливо? Это лишь игра, в которой мы можем находить рычаги воздействия на элементы реальности. Но своей реальности. Потому что мы, когда засыпаем, мы все в одной реальности. Просыпаемся и начинается процесс вовлечения эмоционирования и эго, эгоцентричного позиции эго. Все для меня. Каждый человек эгоист. Из 8 миллиардов людей все мы эгоисты. Нет идеального человека, который бы отказался, полностью победил свое эго. Но я таких не знаю на данный момент времени. Поэтому не зря в сказках говорится утро вечера мудреней. И в любой сложной ситуации ложись спать. И когда ты спишь, все вот это пространство, которое эмоционирует, пытается быть реальным, растворяется. Благодарю за инвестицию. Надеюсь, выпуск был наполнен стоящими мыслями. Пишите в комментарии. В описании добавлю очень крутое стихотворение и некоторые конспекты за последние дни, которые я записал себе в заметках. Обнял. На связи. Откорь результат. Самое. Обészение. **